Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня гость нашей студии, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха Якутия Николай Дегтярев. Николай Николаевич, я вас приветствую. Добрый день. Николай Николаевич, 27 ноября у нас в Республике отмечается День работника профессионального союза. Это уже традиция. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. И вот уже седьмой год традицией стало в преддверии этого дня проводить декаду профсоюзов. В пятницу буквально декада завершилась. Расскажите, какими основными мероприятиями была ознаменована эта декада? Еще раз спасибо. У нас, учитывая большую роль профсоюзов в социально-экономическом деле, через социальную защиту прав трудящихся. В действительности, в 2011 году вышел указ президента Республики Саха Якутия. Хочу отметить, что только в 5-6 регионах нашей огромной страны отмечается такой профессиональный праздник. Но мы свой профессиональный праздник встречаем в трудовых буднях. Мы ежегодно проводим декаду к Дню профсоюзного работника. Прежде всего, мы начинаем свою работу с предоставлением бесплатной юридической помощи населению. Конечно же, не только профсоюзов, но и, конечно, мы приключаем туда своих социальных партнеров. Хочу выразить им большое спасибо. Ну и, конечно, в этом году мы также провели ряд семинаров. Это у нас представители профсоюзов, есть координационные советы на местах. Мы с этими председателями, для этих председателей проводили семинар. Также и для нашего молодежного актива профсоюза. Ну и в этом году, поддерживая год добра в городе Якутске, провели благотворительную акцию. Я очень надеюсь, что они станут традиционными постоянно. Ну и, конечно же, главный у нас совещательный совет был проведен. Одним из актуальных вопросов – это развитие социального партнерства у нас в Республике Саха-Якутия. Хочу сказать, что оно находится на достаточно высоком уровне. Мы в этом году подписали наши трехсторонние соглашения между правительством, объединением работодателей и профсоюзами, где включили еще дополнительные вопросы. С этого года профсоюз имеет право согласовывать, принимать в консультационные и вносить в свои предложения главные стратегические документы Республики Саха-Якутия, как прогноз социально-экономического развития, так и на рассмотрение государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Что уже в этом году, уже в очень постоянном уровне мы с нашими представителями, то есть социальным партнерами, участвуем, принимаем участие. Ну и, конечно же, проблемы у нас сейчас в муниципальных образованиях. Ну, как скажем, профсоюзы активно работают, но, с другой стороны, у нас трехстороннего как-то не получается, потому что не создано объединение работодателей в районах, особенно на севере. Поэтому, учитывая это, Минтруд Республики Саха-Якутия, в лице министра Михаила Александровича внесли предложение все-таки идти подписанием двухсторонних соглашений, регулировать социально-трудовые отношения с муниципальными образованиями, где они также будут выступать стороной работодателя. Ну, так, скорее всего, и будет. Поэтому сейчас будут внесены изменения в наши соглашения. Ну и вот, мы ежегодно также подписываем один из самых главных документов по определению уровня минимальной заработной платы Республики Саха-Якутия. Вы знаете, это подписание идет уже фактически ежегодно в июне месяце, чтобы с июля месяца оно поднималось на уровень праздничного минимума. Что сейчас и добивается в целом по стране, чтобы мрот был достигнут до праздничного минимума. Поэтому проблем хватает, но все-таки мы стараемся и предлагаем нашим социальным партнерам решать вопросы за столом переговоров. И в большинство случаев так и получается. Ну, также хочу отметить, ну, не всегда, но все-таки по большинству случаев работодатели присутствуют мнением профсоюзов. Если сравнить с другими регионами, ну, ближайшими нашими соседями, в большей степени у нас, так скажем, до суда дело не доводится. Мы все-таки убеждениями о своей правоте, правоты и работодатели соглашаются с этим. И если были нарушения, они стараются это исправить. Ну, и, конечно же, никто не снимает. Если дальше идем, то мы защищаем интересы и в судебных органах. Прав наших трудящихся членов профсоюза, хочу сказать, что почти 90, уже по прошлому году, 96% все выигрышные дела. Поэтому в таком ключе у нас идет работа. Николай Николаевич, одним из ключевых моментов в декаде профсоюзов была встреча с Егором Борисовым. Скажите, пожалуйста, какие вопросы поднимались профсоюзами перед руководителями республики? Мы всегда поддерживали поддержку главы республики Егора Афанасьевича. Не зря, также, будучи президентом, такой день профсоюза, указом его вышло. Хочу сказать первостепенно. Это в основном вопросы политики оплаты труда. К сожалению, у нас до сих пор не был принят порядок и условия индексации заработной платы, что у нас прописано в Трудовом кодексе, в 34 статье. И, конечно же, мы эти ставим уже и нашли поддержку Егора Афанасьевича. Мы уже с правительством республики Саха-Якутия будем. Конечно, это в части учреждений, финансируемых с бюджета республики. Остальные у нас определяются уже коллективными договорами. Ну и, конечно же, сейчас, в настоящий момент, очень много вопросов от населения поступало. Ну, повысили заработную плату, большинство, ну и, скажем, вот целевой категории, да, учителя, педагоги, врачи. Тут вроде бы уже в ноябре, да, ощутимое было? Нет, это уже с 1 октября прошло. Но до сих пор люди не получали заработную плату. Ну, на самом-то деле, после издания этого постановления, у нас очень много работы идет в министерствах, ведомствах. Вот, меняются новые, принимаются новые положения оплаты труда. В общем, достаточно серьезное, долгое согласование. И вот подтвердили, ну, Егор Афанасьевич, мы попросили, чтобы взял под личный контроль, что в ноябрьской заработной платке все, вот, с повышением оплаты труда уже сотрудники получат. Ну, еще раз гарантировали, что все майские указы президента страны, президента республики Саха-Якутия будут выполнены уже в течение этого года. Мы уже подошли к финишу 2018-й. Но, хочу сказать, что мы идем дальше. Этим же жизнь не останавливается. Поэтому, после решения реализации майских указов, мы вот с Минтрудом сейчас разговариваем, или продлить концепцию повышения оплаты труда, или же вообще принять новую концепцию. Есть у нас проблемы по дифференциации. Если мы говорим по целевой категории, то это около 60 тысяч человек. Есть еще другие работники бюджетной сферы, у которых, к сожалению, зарплата не очень повышается. Но все-таки мы добились того, что ежегодно будет индексация заработной платы, что сейчас предполагается для этих категорий с 1 января 2018 года. Ну, и в дальнейшем на 2019-2020 год. Поэтому эти вопросы нам надо уже так же решить. Поэтому, ну и новые рекомендации в структуре оплаты труда. Ну, это больше все бюджетный сфектор, да. Поэтому еще, сейчас уже до конца года, еще новые положения оплаты труда будут внены. Мы говорим о том, что гарантированная часть заработной платы должна быть не менее 60%. Поэтому предстоит еще в начале года пересмотр базовых окладов трудящихся, работников бюджетной сферы. Поэтому в этом вопросе проработаем. Ну, а для, в целом, для республики, ну, имеется в виду и производственной сферы, мы добиваемся исполнения отраженных в коллективных договорах индексации заработной платы. Ну, крупные компании у нас это исполняют, но для малого и среднего бизнеса, конечно, у нас проблемы есть. И мы вот на 2018 год ориентируем основную из главных работ нашей профсоюза. Это продвижение и создание первичной профсоюзной организации в малом и среднем бизнесе. Николай Николаевич, вот как раз говоря о 2018 годе, руководитель республики объявил этот год годом содействия трудовой занятости населения. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, на какие вопросы нужно больше обращать внимание, вот как раз в рамках трехстороннего соглашения, о котором вы говорили выше? Да, мы в селекоме полностью поддерживаем объявленный год. Здесь мы ставили вопрос о продвижении героика труда. Вот в соотношении, смотрите, у нас нет безработицы, где в сельской местности, а у нас почти, если около 40 тысяч безработных, особенно в сельской местности, то более 40-50 тысяч вакансий ежегодно у нас выникает, но это в основном рабочие профессии. Поэтому мы говорим о том, что мы полностью подключимся к работе, во-первых, профориентации, профориентации уже надо со скольной скамейки. А вот про профориентацию, если, допустим, человек хочет работать, но не имеет образования, но возраст уже как бы не позволяет учиться, ну, им там за 30, допустим, ну, так сложилось в жизни. Вот как раз в этом направлении вообще будет пересмотр наше среднее профессиональное образование, ну, и для безработных у нас есть учебные корпуса. Здесь мы говорим о том, что сейчас пересмотреть на практикоориентированные, да, вот половина теории, а половина должно быть пройти на практике. Вот только тогда вот наши предприятия вот сейчас жалуются на то, что даже окончившие вот среднепрофессиональное образование не соответствуют квалификации, да, поэтому в этом направлении будут идти вещи. Ну, и, конечно же, дуальное образование не только по своей специальности, но и другие рабочие профессиями должны обладать выпускники даже высшего учебного заведения. Вот в этом направлении, конечно, мы работаем. Будем работать и ставили вопрос об издании книги лучше по профессии, да, чтобы, опять же, героику труда, чтобы люди знали, есть у нас такие работники, будут напечатаны в следующем году книга-альбом «Лучшие по профессии». Это и лучшие по профессии, у нас конкурсы есть, но есть даже без конкурсов очень многие простые рабочие, которые вот вкладывают большой свой трудовой труд во благо развития нашей республики, страны. Николай Николаевич, скажите, что дает членство в профсоюзе работнику? Конечно же, это защищенность, да. Хочу сказать, что, ну, большинство до сих пор немножко не отошли от потребительского отношения, но прежде всего сейчас деятельность профсоюза – это защита социально-трудовых прав. Поэтому по любому вопросу могут обратиться. И мы защищаем интересы только членов профсоюзов. Я вас поздравляю еще раз с вашим профессиональным праздником. Желаю вам успехов в работе. Вы можете пару слов буквально сказать. Да, дорогих коллег, поздравляю с нашим профессиональным праздником. У нас все общественники, поэтому мне хочется пожелать, чтобы все было у вас нормально и дома, и на работе. И еще раз успехов в защите социально-трудовых прав наших членов профсоюзов. У нас в гостях был председатель Федерации профсоюзов Республики Николай Дегтярев. Оставайтесь на нашем канале. Всегда обсудим все самое важное. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!